По-русски. Потому что домашняя атмосфера. Сам я слышал, конечно, по итальянски. Я никогда, честно сказать, не был большим поклонником Марти, и поэтому плохо его знал. Я сам человек, наверное, не такой добрый, как великие певцы, и поэтому мне важно, что всех, кого сравнивают с Шаляпиным после Шаляпина, что они, в общем, чем-то отличались от него не только в силу естественных, гениальных, национальных особенностей, но просто по уровню мастерства. Я сам человек злой. Финское качественное экологическое питание, пока формировался, не кушал. Я оценил исключительную важность доброты, присущей Марте Тауэлла, лишь недавно, когда жизнь моя наладилась. А теперь я понимаю, что мое раздражение в связи с тем, что он в том же Борисе Годунове делал что-то вроде бы как Шаляпин, да не так, как Шаляпин, потому что у Шаляпина все это было рождено секунда за секундой и привинчено каким-то сильнейшим магнетическим вообще сплавом, Марте носило характер почетного, так сказать, следования. А что у Марте было своего, я оценил позже. И поэтому хочется пожелать нам всем доброты, раскрепощенности, чтобы мы, любя Шаляпина, могли любить Марте, любить Геурова, любить Христова, любить теноров, не все любят, кто подводники басов, любить женщин, любить мужчин. И знать, кто иногда этому мешает. Иногда, как в прошедшем эпизоде, этому мешала церковь вместо того, чтобы помогать. Мне это сейчас пунктик, завтра мне предстоит очередной концерт с хором духовной музыки «Благорис». Ох ты, а где? В Доме Музыки в 13 часов дня. У них определенный взгляд на то, какой должна быть русская духовная музыка. Очень серьезная и очень мрачная. У меня другой взгляд на это. Поэтому мы боремся там. В качестве противоядия я хочу предложить еще пример пропаганды. Музыка как пропаганда. Очень интересно совместить в одном концерте несколько различных пропаганд. Как вот бывает в Питере такой ресторан «Ильич», где можно попробовать, как говорят, блюдо советской и антисоветской. Дмитрий Шостакович, «Родина слышит». Стихи Евгения Долматовского. Мне также интересно, что это гениальный мастер делал. И любить можно здесь. Стихи Евгения Долматовского. Стихи Евгения Долматовского. Стихи Евгения Долматова. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всею судьбой своей ты утверждаешь Ты защищаешь Миро великое тело Миро великое тело Родина слышит Родина знает Что ее сын По дороге встречает Как ты сквозь ночи Путь пробиваешь Сколько бы черная буря Не злилась Чтоб не случилось Будь непреклонным Товарищ Будь непреклонным Товарищ Браво! 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 «Очень интересно после пропаганды спеть песню которая вообще без пропаганды Карл Свобода. Музыка к кинофильму «Три орешка для Золушки». Чешского языка я не знал, я сочинил для этой песни русский текст. Причем есть вариант зимний, есть вариант весенний. Сейчас будет зимний вариант. Песня «Три орешка для Золушки». 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 Продолжение следует...